События люди мнения. Обо всем этом в программе сейчас в регионе. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Событие, о котором будем говорить и результаты которого еще всем только предстоит осознать по-настоящему. Международный арктический форум. Согласно программе он завершился, но по факту только дал старт новым проектам в разных сферах, касающихся арктических широт, населенных пунктов и их жителей. Особую роль будет играть Архангельск. Вчера на пленарном заседании президент Владимир Путин назвал наш город столицей русского севера. После пленарного заседания итоги арктического саммита прокомментировал вице-премьер Дмитрий Рогозин и губернатор Поморья Игорь Орлов. Произошла некая такая странная метаборфоза, то есть те форумы, где обычно проходит международный диалог и обсуждается серьезная повестка. Там, наоборот, воцарился арктический холод, а наоборот, на арктическом форуме, собственно говоря, все почувствовали тепло и очень интересную дискуссию, и очень высокое представительство стран. Три президента, девять министров иностранных дел, 31 иностранная делегация. Участников, по сути дела, получилось в два раза больше, чем организаторы готовы были принять, и на что рассчитывали даже, собственно говоря, гостиничные места. То есть 2435 участников этого форума. Это говорит о чем? О том, что, во-первых, люди соскучились по нормальному разговору, и Арктика в каком-то смысле, которая сохранилась как территория диалога, так и называется этот форум, она смогла уберечь себя от всевозможных санкций и ограничений для этого диалога. И отсюда, я надеюсь, начнется некое потепление в целом во многих отношениях. По крайней мере, вы были свидетелями того, что сказал наш президент, который совершенно четко расставил акценты в отношениях и с Соединенными Штатами Америки, и в целом со странами Запада. Мы абсолютно готовы к этому диалогу, мы в нем крайне заинтересованы. Я абсолютно убежден, что работать и жить, и управлять Арктикой можно только из Арктики. И поэтому я большой сторонник того, чтобы структуры, которые управляют Арктикой, имеют отношение к ее развитию, находились, безусловно, в арктическом регионе, в арктической зоне Российской Федерации, потому что это так не бывает. Нельзя понять суть проблемы, если постоянно не и не жить. Если ездить на метро и думать о том, как добраться до отдаленной деревни в Мизинском районе, это разное понятие, это не скрещивается. Поэтому это, в моем представлении, должно быть здесь. Так же, как здесь находится офис Русской Арктики, так же, как здесь, в Архангельске, находится региональная правительственная администрация, только живя здесь, можно понимать, куда двигаться дальше. Я не собираюсь выстраивать преимущества перед Мурманском с Алихардом и Певеком. Мы равные регионы, конечно, свои преимущества предлагаем, но решает это все равно правительство и президент. И поэтому мы будем предлагать себя, а решать будут руководители. Итак, эта неделя стала для Архангельска знаковой. В рамках работы Арктического форума в город приезжал президент Владимир Путин. Как правило, в таких поездках главы государства по регионам его сопровождают федеральные министры, которые при этом работают по своему графику. Например, министр образования и науки России Ольга Васильева провела лекцию для участников молодежного Арктического форума, а после побывала в Архангельском морском кадетском корпусе. Морской корпус был создан в 2010 году. Спустя пять лет он получил статус Ресурсного центра по развитию кадетского образования нашего региона. Его методики работы с детьми уже используют другие школы. Учебная программа тоже особая. Среди уроков строевая и огневая подготовка, много практических занятий. Выпускники кадеты продолжают свое образование в 16 высших военных учебных заведениях страны. Меня поразила сама атмосфера, которая здесь царит. Я думаю, что это заслуга, прежде всего, педагогического коллектива. Я думаю, что педагоги и руководство кадетского корпуса предлагают все усилия для всесторонней подготовки курсантов. И, конечно, одним из, на мой взгляд, важнейших компонентов является именно воспитательный процесс, воспитательная работа. Тот факт, в какой процент поступают лучшие военные училища страны, говорит о том, что качество подготовки будущих офицеров здесь очень хорошее. Если говорить о предварительных итогах форума, то для Архангельской области он прошел очень результативно. Был подписан ряд соглашений с крупными российскими компаниями. Например, соглашение с Росатома принесет региону, вдумайтесь, 27 миллиардов инвестиционных рублей. И на новой земле будет возведен горно-обогатительный комбинат по добыче свинца и цинка на Павловском месторождении. Еще одно соглашение наше правительство подписало с Томской областью. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере науки, инноваций и технологий. У Томской области немало внедрений, которые активно используются в Арктике. Оборудование установлено на земле Франца Иосифа, островах Визы, Шмидта и Новой земле. Подписанный документ позволит Томской и Архангельской областям проводить совместные научные исследования, использовать новые технологии в добыче полезных ископаемых и строительстве, сотрудничать в области фармацевтики, медицины, окружающей среды, метеорологических исследований и робототехники. Архангельская область, безусловно, для нас одна из точек, крупных точек, серьезных точек, через которые наши технологии, наши системы, наши комплексы могут поступить в Арктику для ее освоения. Для нас это достаточно уже освоено с точки зрения домичей, с точки зрения сибиряков территория. Здесь работают наши комплексы, работают наши люди. Мы понимаем, насколько это сложные условия, насколько это особенное место. Поэтому нам, безусловно, хочется участвовать в таких грандиозных проектах, которым приковано внимание даже президента. Любой проект, который реализуется в Арктической зоне, это кооперация государств, компаний из различных стран мира, это кооперация регионов, потому что те компетенции, которые у кого-то наработаны, их, безусловно, всегда логично встраивать, а не создавать их вновь. Именно инновационные решения наших партнеров из Томска, я считаю, что позволят нам двигать проект Архангельской области вперед. Кроме того, ранее уже было подписано и работает соглашение между САФУ и Томским государственным университетом. Наши вузы обмениваются своими разработками, делятся накопленным опытом в научной деятельности, а студенты проходят практику в регионах. Ярким завершением культурной программы Международного арктического форума стал концерт Народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр». Это один из ведущих творческих национальных коллективов среди малых коренных народов Крайнего Севера. Потому неудивительно, что выступление артистов прошло при аншлаге. В зале Архангельского городского культурного центра не было свободных мест. Исполненные ненцами песни и танцы – это сюжетные зарисовки, воспевающие гармоничное сосуществование суровой природы и человека. В них жители представлены тружениками и творцами. Концертная программа прошла как на одном дыхании. По ее завершении зрители аплодировали артистам стоя. Вообще очень прекрасно. Я сама с этих мест, с Нарьинмара, ну и с ненецкого округа. Вообще я прямо, знаете, даже слов нет. Очень волнительно и очень красиво все. Какие чувства вызвало этот концерт? Чувства, даже не знаю, чувства. Это все вот там, вот внутри, внутри, внутри. То есть даже нет слов? Вообще нет слов. Первый раз такое вижу. Вообще супер. О других темах. Новый руководитель в Архангельской прокуратуре, главой ведомства назначен Александр Грязников. На службе в органах прокуратуры он с апреля 2002 года, с декабря 2016-го, исполнял обязанности прокурора города Архангельска. А 29 марта официально вступил в должность. Приказ был подписан в Генпрокуратуре России. Выясняются причины ночного пожара в Каргополе. Погибли двое братьев. Сообщение на пульт спасателей поступило, когда дом и рядом стоящие хвост постройки, сарай, баня и гараж горели открытым пламенем. Пожарные боролись с огнем до утра, отстаивая соседние дома. Обстоятельства произошедшего выясняются. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении кого-то из погибших. В первый день апреля в Архангельской области пройдут финальные матчи отборочного этапа ночной хоккейной лиги в дивизионах 18+, и 40+. Большой хоккейный день начнется в Северодвинске на стадионе Беломорец в 10 часов утра. В участие примут команда Архангельска Котласа и Новодвинска. В субботу же состоится церемония закрытия регионального сезона. Ее гостями станут прославленные отечественные вратарей, олимпийские чемпионы Владимир Мышкин и Сергей Мыльников. Напомним, проект «Ночная хоккейная лига» стартовал в 2011 году и направлен на развитие массового любительского хоккея. И новость последнего часа. Сегодня на Севмаши была спущена на воду вторая многоцелевая атомная подлодка проекта «Ясень-Казань». На церемонии присутствовали вице-премьер России Дмитрий Рогозин и главком ВМФ Владимир Королев. Субмарина была заложена на Севмаши в 2009 году. Как ожидается, Казань передадут военно-морскому флоту России в 2018 году. Все подробности в 16 часов на канале ПС. в программе «Сейчас в регионе». Не прощаюсь и жду вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok